Разведывательные беспилотники Фарпос, многофункциональные комплексы беспилотно-летательных аппаратов Орлан-10 и многое другое. Военнослужащие Турецко-Российского центра мониторинга по Карабаху используют самые современные виды дронов. С их помощью они непрерывно получают изображение контролируемой местности, анализируется перемещение военной техники сторон. Применение беспилотных летательных аппаратов как раз и заключается только в одном. Это наблюдение за местностью и сбор информации. Безусловно, в задачи беспилотных летательных аппаратов не входят какие-то вопросы, связанные с нанесением ударов, воздействующего огня и так далее. Центр занимается после анализа информации выработкой рекомендаций для всех сторон. В рекомендациях в первую очередь нуждается именно армянская сторона, считает военный эксперт Александр Перинджиев. По его словам, некоторые круги в Армении все еще пытаются подорвать достигнутые в ноябре 2020 года договоренности. К сожалению, провокации со стороны армянских реваншистов и националистов неизбежны. И мы уже, так сказать, в этом убедились все. Поэтому сейчас, я думаю, главное все-таки это в первую очередь пресечение их деятельность, нейтрализация. Понятное дело, что реваншисты преследуют одну цель. Это не дать установиться миру в Нагорном Карабахе. И не просто не дать, а попробовать вовлечь в военный конфликт самих миротворцев. Ну, безусловно, против азербайджана. Российский эксперт добавил, армянские реваншисты вовсе не задумываются о благополучии собственного народа. Их идеи вредят интересам простых граждан. По мнению военного эксперта, любые факты нарушения режима прекращения огня будут пресекаться. Шамистан Мамедов, CBC.